У вас как на работе? Все нормально? У нас работа небесидячего. Но вид у всех, будьте нате. Ломоносовы и Софьи Ковалевские. 27 Ломоносовых и 32 Софьи Ковалевских. Один Архимед. Все время в одну точку смотрит. Что только не делали, и потолок белили, и точку эту в другом месте рисовали. А он все туда же смотрит. Уже думали, столбняк. Оказывается, он внутрь себя смотрит. Мысль ищет. Причем находит он ее только тогда, когда начальник подходит. Сразу восклицает. Ну надо же, а! Только начальник отходит, уже не надо. Соседка слева от меня тоже искатель. Она каждый день в ящиках ищет. И двигает их туда-сюда, туда-сюда. В ящиках пусто, как у нее в голове. Я говорю, что вы там ищете? У вас там год ничего не валялось. Она говорит, а может в щелку провалилась. Я ей как подложил в ящик бумажную салфетку. Она как подпрыгнет от радости. Годовой отчет нашла. И ящик задвигает, чтобы не списали. Секретаршу нашу никогда на месте не застанешь. Она каждый день зубы лечит. Я подсчитал, у нее 395 зубов. Как у акулы. Шесть рядов. Начальник говорит, вы бы хоть раз набрали, сказали, что идете к окулисту. Она говорит, к окулисту не могу, к ним уже семь человек отпросилось. Действительно, эти семеры каждый день бегают к окулисту, очки подбирают от минус 6 до плюс 18. У них какое-то уникальное ненормальное зрение. Потому что они из окна видят, что в магазине напротив дают. А под носом чертеж руками ощупывают. Да приговаривают. Глаза б мы его не видели. А одна работает просто не глядя. Под столом вяжет. Но моток у нее разматывается не из ящика, чтобы незаметно было, а по-новому из-за батареи. Чтобы вещи теплее были. Три года она вязала, никто не замечал. На четвертой батареи треснула. Она ее ниткой перетерла. Даже сантехник ошалел. Раньше, говорит, текло где кран, а сейчас струя с ребра бьет. Да еще с махером. Теперь ее пересадили в колонне. Представляете, если она колонну перетерет, а? Остальные сотрудники у нас все в пределе. Целый день в коридоре курят и курят. Курят и начальство говорит, курение, медленная смерть. Они говорят, а мы и не торопимся. А недавно звонят из отдела кадров и говорят, Двое из главка с проверкой нагрянули. Что тут началось? Один кнопку ищет, другой скрепку. Третий сел не на свое место с перепугу. Хозяйка говорит, уйдите, это мое место. Она говорит, пустите меня отсюда, не видно. Она все боится, что ее о чем-нибудь спросит. Рост у нее 2 метра, с кого же еще спрашивать? А другая сотрудница увидела, что у нее чайник включен в рабочее время. И в ужасе накрыла его своей юбкой. И сидит, как кукла на чайнике. И чувствует, что закипает. Потому что чайник со свистком. А дотянуться до розетки не может. И кричит, выключите чайник. Выключите чайник. Пока выключили, она уже зарумянилась. Потом опять звонят из отдела кадров. Ошибка произошла. Это не изглавка. Это два наших сотрудника из отгулов вернули. Хотите знать, где я работаю? Причем здесь где? Важное как!